Представители знака Зодиака Телец, Тельцы мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз – гороскоп событий на пороге февраля. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца. Три главных события. Наверное, на события февраля будет уже оказывать влияние одно очень важное событие. В конце января я имею в виду выход урана из ретродвижения. И когда в ретродвижении находится уран, его воздействие на нас, оно такое более мягкое. Мы знаем, что уран – это всегда ломка шаблона. И вот как раз 27 января он перейдет в прямое, директное движение. И вполне вероятно для кого-то из вас, мои дорогие тельцы, уже в конце января, может быть, даже днями раньше, 25-го, 23-го января, случилась та ситуация, или, может быть, это был просто какой-то важный разговор, в результате которого вы пришли к какому-то выводу. Или вы словно на пороге какого-то важного решения. Вы понимаете, что в каком-то прежнем ключе продолжаться так не может. Или как будто вы сталкиваетесь не с новой ситуацией, а вот с той, что уже когда-то была. И вам не захочется наступить еще раз на какие-то грабли. И таким образом вы оказываетесь на пороге принятия как раз какого-то судьбоносного или очень важного решения в вашей жизни. И, скорее всего, вот то, что было наиболее актуально как раз в январском окончании месяца, то будет наиболее активно развиваться в феврале. Или вам где-то придется этим заниматься. Или своего рода продолжение. Но есть еще и другие события. Это у нас уже, если мы про февраль 10-го числа, у нас на Волуне оно совпадает как раз с началом нового года дракона. А год кролика или катал мы уже оставляем позади. Но будет еще очень важное событие 19-го февраля, мои дорогие тельцы. Оно касается абсолютно всех знаков зодиака. И это у нас выравнивание планеты Херон с лунным узлом, который находится в Овне. И мы знаем, что... Кто у нас Херон? Это могучий кентавр. Тот, который, если из мифологии, обладал искусством врачевания. Почему образ Херона очень часто связывается с образом израненного целителя. И, как известно, Херон сумел вылечить Ахилла. Помним, да, выражение Ахиллесова пята. Но, увы, не смог помочь самому себе, когда отравленная стрела была выпущена Гераклом. Это время, когда мы столкнемся собственными ранами или какими-то душевно-эмоциональными травмами, чтобы залечить их и одновременно пытаясь помочь другим. Вот этот израненный целитель, то, что символизирует Херон, вот какое-то состояние души, когда, может быть, важные разговоры вы сможете произвести или то, что у вас наболело, как будто озвучить. Или для себя, опять же, принять важное решение и по части, может быть, и личной жизни в том числе. 22 февраля Венера и Марс соединяются в знаке Зодиака Водолей. И мы все можем почувствовать желание изменить свою личную жизнь. Ну, давайте мы узнаем, что нам подскажут карты. И первую карту мы достанем. Что придет? Придет в начале месяца. А что уйдет? С чем вы проститесь? В феврале окончательно. И три главных события. Что для вас будет наиболее актуально в течение февраля? По мнению карт, мои дорогие тельцы. Итак, что же придет на ваш порог? Вот интересно. Сколько же раз я уже перемешала колоду, а у вас энергетика, как у овнов, мои дорогие. Правда, овнам тоже выпала вот эта карта. Ну, наверное, для вас будут энергии, как, кстати, Херона, вот о которых я рассказывала, видимо, очень ощутимы. Может быть, какая-то личная история, которая травмирующая, да, или какие-то обиды, недопонимания, или вы, ну, захотите больше ясности по тому или иному вопросу, и это тоже вам поможет, знаете, как будто еще раз через себя пропустить, но уже не через эмоции, а через какое-то ясное видение ту или иную ситуацию, опять же, ранящую, или, может быть, прежняя история какая-то. У кого-то это будет связано с отношениями на работе, у кого-то в личной жизни. Мы ее словно пересматриваем заново и отпускаем окончательно. Или вы кому-то можете помогать, и именно потому, что вы имеете опыт, помогать кому-то советами, может быть, поддерживать какого-то человека, потому что сами прежде уже имели какой-то опыт. Но все же королева жезлов – это та, которая самодостаточная. И пусть у нас выпадает королева, меня смотрят мужчины, не имеет значения, просто король жезлов – другая немножко трактовка у карты. Так вот, королева жезлов, она, да, сделала себя сама. Но что отличает королеву жезлов? Она умеет хранить тайны, секреты, как свои, так и чужие. Она немногословная. Это карта самодостаточного человека, который свою идею, замысел сумел воплотить в жизнь. Все же жезлы – это у нас больше огня, это больше импульса. Вот королева жезлов умеет, несмотря на страстность ее натуры, она умеет этот импульс вовремя где-то в себе погасить, потому что она хорошо понимает, какой-то реванш бывает очень часто, не вовремя. Или я не должна куда-то поторопиться, я не должна собой рисковать. И вот эти в целом энергии, они могут у вас, мои дорогие тельцы, проиграться. И, может быть, для кого-то из вас этот месяц, февраль, что придет. Это какие-то удачные, допустим, соглашения по работе или какие-то удачные договоры, контракты. Может быть, подписание документов, может быть, согласование или получение каких-то важных бумаг, каких-то сообщений. Ну и помимо всего прочего, это ваше решение приходит. Какое-то, когда я хочу точно или знаю, что я хочу осуществить. И к этому вы идете. Вообще, когда выпадает эта карта, вы будете в центре внимания, потому что королева жезлов обладает определенным магнетизмом. Она словно притягивает к себе людей и рационально определить, и стоит игра свечи или нет, нужно мне этим продолжать заниматься или нет. Это то, что приходит. А что уйдет для вас, мои дорогие? Вообще, по пажу кубков, приятные эмоции, какие-то предложения. Может быть, какая-то любовная история, кстати. Вы в чем-то можете поставить точку. Все-таки в значение уйдет. Или, мои дорогие, знаете, по пажу кубков, это такое наряду с хорошим настроением восторженность какая-то. Или своеобразная легкость, легкость в отношениях. Уходит вот то, что игриво ненадежное. Ну, может быть, и взаимоотношения, которые непрочные, которые больше на приятных встречах или каких-то мимолетных эмоциях, может быть, основывались. Вам самим захочется больше ясности, больше порядка в жизни. Или кто-то из вас будет просто заниматься дела, работа, бизнес. Потому что продуктивный период, вот какую-то идею вам воплотить в жизнь. Давайте будем смотреть события. У кого-то события в личной жизни, король кубков. У кого-то конкретный, может быть, человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды. Это у нас рыба, рак, скорпион. По этой карте проигрываются и наши супруги. Или, может быть, информация, которая от родственников вашего супруга или того человека, с кем вы вместе проживаете. Но определенно какая-то личная история, чувственная, может быть, значит, где-то в этой области у вас могут быть как новости, информация. Может быть, приезд человека или ваша какая-то готовящаяся поездка. Одним словом, взаимодействие. Давайте мы немножко раскроем. И первый вопрос, который мы зададим. Чем дело кончится? А вот как будто дело кончится тем, что пятерка Пентакли – это всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания, как холод в отношениях, так и недостаток, как вопросы материального порядка, благополучия, финансовые, какие-то денежные вопросы. Может быть, это связано с имуществом, может быть, с недвижимым имуществом. Но вот как будто дело вас не оставляет удовлетворенными, мои дорогие тельцы. Это сам по себе недостаток. Вот как будто или есть, может быть, с конкретным человеком. Ну, может быть, и спор. Или когда мы говорим, словно на разных языках. Кстати, у кого-то может проиграться, что действительно языки разные. Ну, а у кого-то языки одинаковые, а вот тоже взаимопонимания как не было, так и нет. И вы знаете, я не могу сказать, что вы как будто договоритесь, все-таки пятерка. Хорошо, давайте мы пойдем немножко дальше и спросим, чем же сердце успокоится. То есть есть определенные, как финансовые вопросы, которые у кого-то будут касаться лично вас, у кого-то семьи. И одновременно вот общение само по себе, когда тоже мы не смогли либо быть правильно понятыми, либо мы, ну, как будто вообще не понимаем друг друга. То есть есть какой-то либо холод в общении, и не хватает, может быть, искренности. Или, может быть, вы в тех отношениях, когда словно, знаете, отношения перетягивания каната. Это кто кого. Или, как игра в одни ворота. Правда, вот что-то такое, все же недостаток. Итак, чем же ваше сердце успокоится? Ну, тут, конечно, по-разному. Посмотрите, чем сердце успокаивается. Вы в магии волшебники, мои дорогие тельцы, и на февраль у вас с такой картой очень сильная позиция. Она уже сама по себе сильна, потому что королева жезлов, она подразумевает, что мы надеемся сами на себя. Может быть, и раньше надеялись на то, что кто-то придет на помощь, или как-то ситуация, да, как-то сама изменится. Нет, по королеве жезлов, она именно на себя. Ее уже подвели люди, ее уже где-то обманули. Она имеет богатый опыт, поэтому и она привыкла не торопиться там, где не нужно, но и не терять возможности, которые к ней приходят. Она больше просчитает какой-то свой лучший план, чем будет сидеть в ожидании, пока кто-то придет и поможет со стороны. Поэтому сильная позиция. И плюс еще с картой мага, ну, это у нас великий манипулятор, и тот, который умеет правильно взаимодействовать с людьми, умеет так обстроить ситуацию или обставить, если ему нужно получить с кем-то договоренности. Когда человек придет к выводу, то, что это его собственная мысль, он даже не заметит, как ловко этот маг-волшебник проманипулировал. И вот у вас такая позиция, к чему я вас подвожу, мои дорогие тельцы, как вам нужно. В личной жизни вы можете, я могу предположить такое, или с конкретным человеком, вот мы смотрим «Король кубков», или какую-то, может быть, ситуацию по поводу отношений на работе, например, там тоже. В какую сторону вы захотите, так вы обернете. Вот главное определиться, чего же я хочу. И кто-то из вас может где-то быть заинтересован в конкретном человеке, и тогда вы будете либо сохранять отношения, либо если вы увидите, что, ну, иллюзий у меня уже нет. Вот все словно пазл сложилось, и мне теперь нужно решить, буду я что-то продолжать или нет, да. И если вот будет именно слова «нет», то вы можете как-то и закончить. Но все же по карте «Маг» я вижу какое-то продолжение, если мы спрашиваем, чем сердце успокоится в вашей сильной позиции. Вы просто какую-то историю, либо финансовую, либо личных отношений, может быть, отношений с работодателем, или, ну, не совсем об этом карта говорит, или с конкретным человеком вам нужным, вы берете под свой контроль. Теперь вы будете командовать парадом, и где-то этим сердце успокаивается. Давайте мы спросим карту совету. Интересная позиция. Вообще ведь хотела вот эту достать. «Рыцарь Кубков». Ну, тут у кого-то предложение руки и сердца, или предложение куда-то поехать, отправиться, или к вам приезжает, мои дорогие тельцы, человек, который будет либо уговаривать, либо делать предложения, либо какие-то комплименты вам будет дарить, или, ну, какая-то личная история. Правда, тут в личной истории именно руководите вы. Интересно. Ну, и есть типаж мечей, может быть, это вы с таким человеком сталкиваетесь, действительно, который имеет достаточно почтенный возраст, или такой же возраст, как у вас, но ведет себя как ребенок. Более того, еще и характер может быть сложный, когда человек настаивает на своем. Кто-то из вас может подустать от этих отношений, если, правда, для кого-то проигрывается и вот эта пятерка. Пентакли как раз про тот холод и недопонимание. Но ваша позиция такова, что вы должны держать все под контролем. Если вас чем-то вдохновляют, или есть какие-то перспективы, как по работе, то есть все-таки тут все равно через взаимоотношения какая-то история проходит, есть какой-то ваш интерес, или, будем говорить, вот более грубо, ваша заинтересованность, значит, вы будете что-то продолжать. И если вы где-то от этого устали, вы можете поставить точку, решать вам. Вот у вас очень сильная позиция. Ладно, давайте второе событие, мои дорогие. Король мечей. Для кого-то из вас, вот посмотрите, два короля уже, мои дорогие телецы, это точно. Вам не обойтись в феврале, как, к примеру, пойти, ну, по каким-то чиновникам, или какое-то согласование. Кто-то, может быть, пойдет к врачам, кстати. Король мечей иногда проигрывается. Или какие-то вышестоящие инстанции. Может быть, в принципе, вы будете менять свое окружение. Может быть, так сложится судьба, что много значимых людей у вас появится, и для кого-то новые люди, новое знакомство. И нам не говорят про личную жизнь. Тут больше, если мы говорим про двух королей, это вот именно, когда мы скорее что-то согласовываем. Вопросы в банках, еще в каких-то инстанциях. Может быть, это юристы, адвокаты, или какая-то история, которая, ну, с какой-то тоже, или с каким-то подтекстом, когда вы должны сделать что-то правильно. Не имеете права на ошибку. Что-то вам придется просчитывать, согласовывать. Может быть, ставить подписи. Или о самом себе, или самой себе узнать что-то поточнее. Вот если мы говорим про здоровье врачей, как раз это ж... Король мечей – это тот, который конкретный. Тот, который использует, совмещает словно и свой интеллект, и свой опыт. Это иррационализм и логика. Здесь нет эмоций никаких. Поэтому соответствующие где-то могут быть и дела. Хотя, может быть, вполне. И человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха. Это близнецы и весы водолей, и какие-то контакты. Может быть, для кого-то это как раз и означает партнер по браку. Или ваш близкий человек. Давайте мы спросим, уточняющую карту достанем. Чем дело кончится? Вот в таких случаях. Пятерка мечей первого победа. Победа есть, но либо достается она тяжелой ценой, либо нас уже не вдохновляет и не радует. Вообще карта говорит, что есть какое-то недовольство. Или, правда, вы хотите с чем-то разобраться окончательно, и как будто победа-то будет. Но либо дается какой-то, ну, такой тяжелой ценой. Может быть, усталость будет, мои дорогие. Или усталость от конкретного человека. Так тоже бывает. А сложно, потому что либо нам какую-то информацию воспринять, либо сложно в принципе договориться. Или какая-то многозадачность. Единственное, как совет, сразу карта дает не увеличивать дистанцию конфликта. Вот как будто занять нейтральное положение. И если мы спрашиваем, чем дело кончится, и если у нас получится этот нейтралитет занять, то тогда, скорее всего, это у вас будет сильная позиция. Хорошо, а чем же сердце тогда успокаивается для вас, мои дорогие тельцы? Вот чего бы ни казалось, вот посмотрите, здесь у нас выпадает, чем сердце успокаивается, карта мага, да? Хотя это больше по королю кубков, это в принципе, знаете, ось отношения финансы. У кого-то может проиграться, ну, с кем-то из родственников, какие-то споры, может быть, да, по части денег. Вот это тоже может быть. Или где-то здесь история тоже с денежным подсмыслом или с каким-то материализмом. Так вот здесь карта мага, ваша сильная позиция, и шикарная карта. Вот у вас выпадает король мечей, а девятка пентаклей – это карта самодостаточности. Это когда сегодняшний день у меня стабилен, под контролем и надежен. И в завтрашнее будущее я смотрю уверенно, я знаю все. И если какие-то есть внезапности, я все проконтролирую. Умение предвидеть на несколько шагов вперед. И вот эта прекрасная девушка, она как будто держит сокола на руке. Ну, мы понимаем, что это та птица, которая может, ну, достаточно высоко взлетать. И как будто это символика того, что вы можете пространство видеть, как будто предотвратить, если какие-то сложные ситуации намечаются, да, или предотвратить, или как будто просчитать какие-то ошибки, промахи, увидеть возможности, да, вообще контролировать не только свою жизнь, а как будто еще пространство, окружение какое-то, и не на то, только вот на этот момент времени, а еще и на какую-то перспективу. Словом, поэтому и сильная позиция, и плюс Пентакли, как будто с деньгами-то тоже порядок. Поэтому, как и вашей сильной позицией, так и решением в финансовых вопросах, так вот в целом, сердце на февраль точно успокаивается. Давайте карту совет достанем все же. Кто ж такой король мечей? А вот какое-то ожидание. Не торопиться нам карта советует. Может быть и будет предложено, как будто вы будете ждать документы отдали, допустим, ждете готовность какую-то. Или вы сами решите что-то поставить на паузу, мои дорогие, потому что задачи как будто сейчас другие. Все зависит от ваших приоритетов. Или какой-то вопрос, мои дорогие, не может быть так быстро решен. Все же по семерке Пентаклей, знаете как, это карта, если мы немножко про нумерологию, любая активность происходит в шесть этапов. И шестой, он завершающий. Почему в колоде Таро? Всегда шесть, это своего рода победа, финиш какой-то. И семерка, которая следует за шесть, это та перезагрузка или та необходимая пауза, чтобы мы сохранили вот все то, что у нас удалось завоевать, совершить, получить. То есть, мы должны взять передышку и одновременно удерживать еще все то, что мы имеем. И вот не торопиться, так как будто есть резон. Может быть, если документы не готовы, они и будут готовы ровно в то время, когда это будет необходимо. Или если есть какая-то пауза, которая от вас не зависит, тогда не стоит по этому поводу переживать. Ну, как будто это период вот такой. Давайте посмотрим третье событие важное. Ну, наверное, карта мага вам не случайно выпала семерка мечей. Но третье событие это карта хитрости, обмана, так ее называют. Карта вора ее еще называют. Поэтому, как будьте внимательны к своим портманным сумочкам, кошелькам, паролям аккаунтов, чтобы кто-то не обманул, да? Все-таки тут материализм на первом плане. Будьте, может быть, аккуратнее с людьми. И, собственно, маг он может и просчитать, и предугадать. И девушка вот с этим соколом. Тут тоже как будто нам подсказка идет, что, ну, быть прозорливым и внимательным в феврале особенно будет важно. Посмотрите, у вас нет практически никаких эмоций, понимаете? По крайней мере, сейчас посмотрим, что на эту карту выпадет. Но это то, что уходит. Нет какой-то восторженности, нет розовых очков. Тут более чем конкретно. И, видимо, либо люди, которые находятся вокруг вас, где-то юлят, хитрят, могут, но преследуют свои какие-то цели, может быть, и корыстные. У нас ведь на карте показано, как будто молодой человек и леса расходятся в разные стороны и в то же время оглядываются. Недоверие какое-то. Вот какое событие? Есть, значит, какая-то может быть и ситуация, или конкретный человек, которому вы не верите. А именно либо с какими-то событиями, либо с конкретным человеком. В феврале будет продолжена какая-то история. Давайте мы посмотрим, чем дело кончится. Вот и мне интересно. Вы завершите какие-то либо отношения, либо какую-то историю, поставите, ну, условно, все по своим местам. Но это не совсем то завершение, когда у кого-то может и проиграться, что, да, хватит меня обманывать, я ставлю точку. У кого-то буквально так. А у кого-то трансформация, что это имеется в виду? Мне надоело, например, что меня обманывают, меня используют, или мне надоело быть удобной, например. Вот это тоже по этой карте проиграется. И это тринадцатый аркан происходит наша внутренняя трансформация именно потому, что мы больше не хотим повторения какой-то истории. И дело заканчивается тем, что даже какие-то, может быть, люди, события, отчасти со знаком минус, которые вам не нравятся, но вы будете как будто их видеть насквозь, как рентгеновскими лучами вы сможете просветить каждого человека, каждую персону. Может быть, еще и не успел рта открыть человек, а вы в феврале будете уже видеть и как будто понимать, что от вас хотят. или куда клонит этот человек, куда, к чему он меня как бы ведет и в конечном итоге, что он хочет получить. И для кого-то это может быть побудительным мотивом, что все, мне это надоело. И может быть, прежде вы это не видели, а тут это для вас вот прям как на ладони может быть. И вот эта трансформация, она будет именно связана с тем, что это как, знаете, прозрение своего рода. Вот такое может быть. И вот чем дело заканчивается прозрением и вашей трансформацией. А чем сердце успокоится? Правда и по рыцарю мечей это действительно правда, которую мы сами ищем. Или, может быть, какой-то вопрос юридический. Вы узнаете, как работает в отношении вас закон. Или, может быть, какая-то история связана с конкретным человеком. Были разные слова, обещания. Все-таки у нас семерка идет, мечей, да. Может быть, вам обещали поддержку или, ну, еще что-то. Вот были какие-то договоренности. Может быть, и устные, да. Вы кому-то помогали или в чем-то проявляли участие. И вам тоже как бы говорили, ну, я же тебе всегда приду на помощь. А тут вы столкнетесь с тем, что, да нет, слова есть, помощи нет. Или человек говорит одно, делает другое. Вот, Паш Кубков, вот не хочется иллюзий, потому что, правда, у кого-то просто есть обман, который для вас, вот он, как на ладони, будет в феврале. И тут не обманываться не хочется. Даже на время одеть розовые очки, чтобы чем-то вдохновиться, вам не хочется. Есть какая-то суровая, правда, жизни, есть какая-то конкретика, четкая информация. Вот я как будто намерен ей следовать. Вы можете так себе сказать. и этим успокаивается сердце. Значит, что-то для вас, ну, как тайна, становится явным. И так же, ну, какая-то информация к вам приходит. Может быть, прежде, мои дорогие тельцы, вы чего-то не знали. По этой карте тайна становится явным, правда, и такое может быть. И от этого вот эта трансформация. Кто знает, может быть, для кого-то из вас все банально, придется, ну, как будто пересматривать свой образ жизни, все же трансформация в связи с открывшимися какими-то, ну, новостями, событиями. Кто-то ведь идет и по здоровью вопросы решать. Такое тоже может быть. И где-то, знаете, вот, новый подход к самому себе. Когда вы себя захотите больше сохранить, уделить внимание самому себе или самой себе. И вам придется по семерке мечей тоже где-то хитрить, изворачиваться, правда, в хорошем смысле для вас, чтобы вас не вовлекли в какое-то дело или каких-то обязанностей на себя не взять, потому что вы примете решение «все, хватит, теперь я буду заниматься сам собой или сама собой». Потому что по трансформации с рыцарем мечей вы тоже что-то узнаете для себя очень важное. И вы не можете это проигнорировать или себя поставить на второе место. Поэтому где-то манипулировать, мои дорогие тельцы, точно придется. Давайте карту совет на февраль по третьему событию. Вот все идет своим чередом. Это правда. Посмотрите, какие удивительные карты вам выпадают. Не могу сказать, что вы куда-то будете торопиться. Хотя, кстати, с учетом рыцарем мечей вам придется какие-то поездки совершать. У кого-то поближе, у кого-то подальше. Ну, видимо, так сложатся обстоятельства. И старший аркан, вы знаете, двадцатый страшный суд, по сути, суд не страшный. Это карта перехода между прошлым и будущим. Это карта избавления от боли, карта избавления от страданий, от каких-то ненужных ситуаций, от лишних людей. И нам карта говорит, у тебя теперь все будет совершенно по-другому. У вас, правда, с февраля начинает словно жизнь меняться. Или обстоятельства, может быть, ну, как-то вас перестраивают совершенно в другое русло. Может быть, воздействие людей. Или не столько воздействие, сколько ваше умение их словно видеть по-другому. Может быть, и ситуацию вы бы прежде увидели в одном ракурсе, а здесь вы ее видите в каком-то другом ключе. Вы можете даже удивиться, ну, надо же, раньше мне это казалось совершенно приемлемым, а вот в феврале это может не устроить. То, что устраивало еще в прошлом году, или, может быть, устраивало еще в конце где-то 23-го года. И по этой карте словно ангелы за вами наблюдают и желают вам помочь. Опять же, старший аркан. Поэтому не торопите те события, которые еще, ну, как будто не проигрались в полной мере. Есть неспешность по этой карте. И нам говорят, принимай все то новое, что приходит на твой порог. Не удерживай прежнее что-то и где-то избавляйся быстрее от ментального, в принципе, мусора. Не пытайся какую-то историю из прошлого, когда она для тебя совершенно очевидна. Не пытайся ее еще раз удержать. Если суждено, или вот есть такая фраза «Те, кто с тобой, они тебя догонят». Тут уделить внимание придется как и может быть собственным амбициям, у кого-то это свой собственный бизнес, у кого-то может быть вопросы здоровья, у кого-то конкретная личная жизнь. Когда ну, не всех я понимаю что-то не устраивает, у кого-то все хорошо, значит к вам это не относится, это может проиграться через социум, через родственников каких-то далеких, но для тех, наверное, у кого в личной жизни вот какие-то вопросы, они здесь могут быть окончательно прояснены. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.